О моей родине и семье не стоит говорить. Людская несправедливость и круговорот времени принудили меня расстаться с первой и прекратить сношение со второй. Наследственное состояние дало мне возможность получить исключительное образование, а созерцательный склад ума помог привести в порядок знания, приобретенные прилежным изучением. Больше всего я увлекался произведениями германских философов. Не потому, что восхищался их красноречивым безумием, нет. Мне доставляло большое удовольствие подмечать и разоблачать их слабые стороны, чем помогала мне привычка к строгому критическому мышлению. Мой гений часто упрекали в сухости. Недостаток воображения ставили мне в упрек. Я всегда славился перроновским складом ума. Действительно, крайнее пристрастие к точным наукам заставляло меня впадать в ошибку, весьма обычную в этом возрасте. Я подразумеваю склонность подводить подзаконы точных наук всевозможные явления, даже решительно неподводимые. Вообще, я менее чем кто-либо способен был променять строгие данные истины на Игнес Фатоус суеверия. Я говорю об этом потому, что рассказ мой покажется иному скорее грезой больного воображения, чем отчетом о действительном происшествии с человеком, для которого грезы воображения всегда были мертвой буквой или ничем. Проведя несколько лет в путешествиях, я отправился в 1800 каком-то году из порта Ботавия на богатом и многолюдном острове Яве к Зумтскому архипелагу. Я ехал в качестве пассажира, побуждаемый какой-то болезненной непоседливостью, которая давно уже преследовала меня. Наш корабль был прекрасное судно, 400 тонн, с медными скрепами, выстроенный в Бомбее из малобарского текового дерева. Он вез груз хлопка и масла с Лакидивских островов. Сверх того запас кокосового охлопья, кокосовых орехов и несколько ящиков опиума. В следствии небрежной нагрузки корабль был очень валок. Мы тихонько ползли под ветром вдоль берега. Продолжение следует...